Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики канала, играет и комментирует для вас Луцкий Александр, мы продолжаем проходить карьеру FIFA 16 за Урал, и пока вне записи я тут тренировки проводил, нам пришло предложение по Арапову от Кубани 875 тысяч евро, я им отправил такое же ответное предложение, как и Махачкалинскому. Анжи, 1 миллион 875 тысяч евро, но я думаю они все равно откажутся, так что мы Арапова пока не продадим, я говорил, что надо найти молодого вратаря, а там уже с Араповым разбираться, ну а мы играем с Гентом, как я и говорил тоже в прошлой серии, сыграем основным составом, тут надо играть на победу, потому что нам надо выходить из группы, действительно, так что ну давайте в запас отправим, Нардеков что-то не очень, Осиведу отправим в запас, Вместо ставпица, угу, и в целом можно начинать. Поехали, 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 супер защита, контратака, начинаем. Ерохин сразу прихватил, но мечом не завладел. Странберг, первая наша атака, Ерохин, Странберг, Ерохин, и Сапета, Ерохин, пяткой на Странберга, очень тонко, ну и могло пройти, если бы между ног прошел пас, помните, как Долгов однажды сделал в нашем первом сезоне, в одном из матчей, в конце уже сезона. А это уже на Биуле, подача на Странберга, тут летела рыбка и замыкать этот полунавес, полупрострел, можно сказать, и почти удалось, почти удалось. Корне открывается, под правую ногу подача, Ерохину, нет, к сожалению, не дошел мяч, но продолжаем давить. Лунгу, еще один пас, Ерохин был в офсайде, Корне, еще можно навесить, Корне, а тут можно и прострелить, ну как его держали, а? Так и не дали прострелить. Я напомню вам, что Гент, между прочим, играет в одной группе с Зенитом в реальности, в Лиге Чемпионов, и играет там, ну, неплохо, не сказывается то, что у них класса не хватает, по крайней мере, пока. Так что, я бы сказал, команда-то очень крепкая, очень сильная, это не предыдущие наши соперники, и вот видно, что они прям рвутся, нам забивается, удар с лету выше. Набиуллин со Странбергом, дальше, Корне, Корне, здорово, Набиуллин, Корне, Корне, здорово, дальше идет, но опять этот темнокожий футболист Корне останавливает. Ерохин, здорово, и Странберг, ну, где твой корпус, Швед, вот сейчас именно за счет мощи можно было продавить там и забить гол, если честно-то. Но не получилось, ладно, Фомин. На вес, опять на Странберга, ох, вратарь там снес Карлоса, и тут Харрисон, Рид проиграл верховую борьбу. Ничего себе, Симон, вот это скорость, вот это скорость. И сразу на вес, и почти гол, не успел там ни Фомин, ни Юянг за этим быстрым нападающим. Это называется, готовьтесь к Лиге Европы. Чсамба, обманул темнокожего этого футболиста, и вразрез на Странберга. Эх, тонкости передачи не хватило, тонкости не хватило сейчас, можно было выводить Странберга на удар. Чсамба. Ну, по-моему, это нарушение, да. Жаль Хозина, нет, отсюда можно было бы пробить именно им. Ну, а так надо разыгрывать, слишком далеко, я думаю, слишком далеко. Давай попробуем. Значит, так, и Странбергу, Странбергу, да ну почему туда, Странбергу? Он был ведь один, его не закрывали, потому что он прибежал сюда, в свободную зону. Лунгу, ну-ка отсюда! О, браво, вратарь, мяч летел под перекладину, но справился. Лунгу тут резко отобрал мяч, пробил. Был близок к тому, чтобы организовать взятие ворот. Харрисон Рид, подача, Филиппини, Странберг! Создали панику, но ударить не смогли. Опасно, Гент атакует, опасно, прострел! Фомин, спокойно. Ну, а кто забежит здесь? Харрисон Рид забегает, получает мяч. Лунгу, на фланг будешь открываться, дружище? Да, будет. Каким-то опозданием все у нас происходит. И Ерохин не успел, нарушил правила, к сожалению. Ерохин прошел на финтах. И дальше остановился. И почему никто у нас не бежит опять вперед? Боятся, что ли? Я не понимаю. Сапета! Ерохин! Сильный был пас, поэтому пришлось обрабатывать мяч. Этого хватило, этого времени хватило. Генду, чтобы его отобрать. Этот самый мяч. Пас назад. Но здесь, здесь Набиуллин. Сапета. Ерохин почему-то опять стоит и не открывается. Очень странно себя ведут сегодня игроки у нас в этой встрече. Именно. Ну что ж, рыжий арбитр дает свисток на перерыв. У нас опять 0-0. И смотрим, как играет Боавишта. Боавишта выходит пока, потому что они выигрывают. Нам надо выигрывать, ребят. Нам надо выигрывать, иначе мы не выйдем. Тринчих, это не то, что я... Чего я ожидал. Странберг, очередной перехват. Корне. Ерохин. Странберг. И может быть на Рида? Нет, на Ерохина пошел пас. Ну почему же? Почему? Опять не туда, не в ту зону. Ох. Опять этот быстрый Симон. Да, ну Ерохин он здесь накрыл. Очень качественно причем. А это что? Что это получилось? Не знаю. Итак, 54-я минута встречи. И попробуем все-таки додавить. Выпустим Долгово. Выпустим Асиведу. И, наверное... Да нет, и все. Хотя у нас максимальное число замен. Пока больше выпускать никого не будем. Думаю, что этого хватит. Пока что. Асиведу. Ну что, первое его... Первое его касание получилось удачным. Скорне. Нет, перекрыто. Ерохин. Харрисон Рид. Харрисон Рид. И это... Чисто, да? Ладно. Это чисто. Хорошо. Филиппини. Здорово. Филиппини. Спокойно, спокойно. Вот здесь, да. Разобрались в центре. Ерохин. Лунгу. Ерохин. Никого нет. Кому играть? Асиведу подключается. Долгов. Асиведу. Вот эти его подключения. Игры в стеночку. Ерохин, к сожалению, теряет мяч. Лью Янг на перехвате. А там уже Симон мог убегать. Карне. Асиведу. Долгов. Отличный пас на Асиведу, казалось бы. Нет. Все-таки чуть-чуть не точный. Набиуллин за Симоном сместился. Отобрал у него мяч. И сам теперь уже на скорости пытается. Ну что, 65-я минута. Мы пока не выходим никуда. Давайте уйдем из суперзащиты. Это рискованно, учитывая, какие качественные нападающие там у Гента. И быстрые. Вот, перехват. Ох, подкат сзади. Можно и красный дать за это. Но на самом деле ничего не дает арбитр. Или, или подожди. Или, или что? Нет, ничего. Просто разговоры. Пустное внушение. Асиведу. Дальше пас. Набиуллин. Ну что? Ну куда ты отпускаешь, дружище? Асиведу. Хорошо. Ерохин дальше. Лунгу. Лунгу смещается в центр. Отлично. Ерохин. И в ближнюю 9. Вот и все. Вот, пожалуйста. Александр Ерохин. Не зря я его оставил. Кто у нас самый результативный игрок? Кто у нас в прошлом сезоне тащил? Конечно же, Александр Ерохин. И кто должен был забить первый гол в этом сезоне? Конечно же, Александр Ерохин. Ну и ближнюю девятку. Собственно, вратарь не смог ничего тут сделать. 1-0. Все-таки додавили. И обратно уходим в суперзащиту. Но агент теперь всеми силами пошел вперед. 76-ая минута. Опасно. Юян пролетает. Ой, удар. Так же вновь с мячом. Ерохин очень устал. Поэтому Асиведу я выдвигаю на позицию центрального атакующего. А сюда выйдет Емельянов. Так же, кстати, устал и Лунгу. Заменит его Манучарян. Устал и Корне. Заменит его Серченков. Дабы подержать мяч в конце. Просто подержать. Итак, Филиппини. Набиулин делает забегание. Получает мяч. Удерживает мяч корпуса. Набиулин. Еще, еще. Держит, держит, держит. Можно сыграть Дана Емельянова. Снова Набиулин. Перевод на другой фланг. Рид в одно касание. Асиведу. Опа. А вот это могут наказать. Филиппини. Хорош. Фомин. Но правда нарушил правила Филиппини. А нет. Нарушили правила против Филиппини. Это хорошо. Емельянов. Серченков. Успеть. Асиведу. Хорошо. Долгов. И на Серченкова. Хорошо. Серченков. Ставит корпус. Держит мяч. Держит, держит, держит. И проходит двоих опять. Серченков. Прострел. И Долгов почему-то неправильную позицию занимал. Неправильную. Можно было делать счет 2-0 и заканчивать все. Асиведу. Корпус ставь. Не получилось. Ой, сколько тут игроков у... У Гента. Серченков. С Набиулиным. Набиулин ошибается. Опасно. Ой, нет. Не опасно. Серченков. Емельянов. Принял мяч. Видит забегание. Асиведу. Но дает куда? Пас. Куда он пас дал? И Живнов. Да, должен забрать. Не тянем время. Манучарян. Асиведу. Снова на Манучаряна. И снова на фланг. Конечно. Хорошо, Манучарян. Еще можно уйти. Почему нет? Корпус поставить. Да-да-да-да-да. Асиведу. А вот Асиведу. Ладно. Сохранили мяч в итоге. Асиведу. Долгов. Ох, Серченкову как в разрез. И только Серченков не понял этого замысла. Если бы начал открываться чуть пораньше. Великолепно бы получилось. Емельянов в отборе. Асиведу. Надо забивать здесь. Асиведу далеко отпустил мяч. Но-но-но. Продолжаем бороться. Ген. Все. Дотянули. Ну что ж, мы выходим. Выходим мы в полуфинал. Когда я начал играть на победу. Собственно, все у нас и вышло. Причем против самого сильного соперника в группе. Обыграли мы Гент. Участника нынешней Лиги Чемпионов. И выходим в плей-офф нашего предсезонного турнира. Эльмир Набюлин, по мнению FIFA, лучший игрок встречи. Ерохин 7,7. Лунгу 7,4. В общем-то, даже все, кто вышел со скамейки, неплохо сыграли. Кроме Манучаряна 5,4. Потому что мы через его фланг почти не играли. Итак, Анжи отказались от покупки Дмитрия Арапова. Ну и бог с ними. Ну а нам дали миллион двести тысяч еще евро к трансферному бюджету. И это здорово. Ну что ж, полуфинал с Альмерией. Я, кстати, хотел бы посмотреть календарь. И как там у нас чемпион... Да, еще будет время нам восстановиться. Я думаю, финал будет где-нибудь вот здесь или вот здесь. Так что будем играть основой до конца предсезонки. Я хочу ее именно выиграть. Попробуем выиграть. Дошли до финала в прошлый раз. Насколько я помню. А здесь именно попробуем выиграть. Итак, Альмерия. Ну, да. Ну пусть играет в черной форме. Ладно. Смотрим. Странберг подуставший немножечко. И Рохин, кстати, тоже подуставший немножечко. Альмерия тоже серьезный уже соперник. Осиведа вместо Ставпица опять в запас. Ну, а в целом, в остальном, все меня устраивает. Поехали. Как обычно, наша тактика. Не буду изменять себе. Она приносит результат. По-прежнему всего лишь одно поражение. У нас еще, начиная с второго сезона, да, от ЦСКА. С этим тупым автоголом. А больше и не было. Рид. Ух ты, ух ты. Ерохин. Странберг. Удар справа. В ближний угол. Но это было сложно положить так. А комбинация была неплохая. Там Рид, Корней, Ерохин поучаствовали. Странберг. Ерохин. Ой, тут Рид один. Харрисон Рид. Странберг. Неплохо. Но почему же, почему Лунгу был немножко не в правильной позиции? А, ну. Открывайся, да, казалось бы, на линии офсайда. И можно даже было там с его скоростью один на один выбегать. Нет, он стоит. Вроде стоит контратака, тактика. То есть все должны открываться вперед, по идее. Может быть, на это суперзащита, конечно, влияет. Но все равно, не понимаю. Странберг поставил корпус. Придержал мяч. Ерохин. Удар отвратительный, ладно. Странберг на Набюлина. Набюлин. От двоих ушел. И выстрел в ближний угол. А если бы на Странберга? Там, кстати, проходила вроде передача. Ну да ладно. Харрисон Рид. Подача. Ой. На Филиппине. Тот скидывает. Подача немножечко неточна получилась. Не в ту зону, в которую мы обычно делаем навес. После этого розыгрыша нашего. Но ладно. Так неплохо. Корне. Сапета. Заброс на Лунгу. Лунгу. Скидка на Странберга. Странберг головой, но с борьбой с защитником. И получается... Да еще я в сайт был. Получается, что удар-то и не вышел. Сапета. Ерохин. Странберг. Удар. Рядом со штангой. Неплохой удар. У Странберга вообще неплохой удар. Им надо почаще бить издалека. Это я понял только в третьем сезоне, да? Странберг на Корне. Резко остановился Корне. Можно перевести на другой фланг. И по-моему это нарушение. Да, удар по ногам. Слава богу, судья это заметил. Быстро разыгрываем. Перевод на Рида. Харрисон! Знаем его удар, да? И мяч летит, летит, летит. Не долетает до углового. Да, смотри-ка. Соперники удержали его. И сохранили в игре. Правда ненадолго оставили у себя. Корне. Харрисон, Рид. Дальше Лунгу. Все перекрыто. Придется ждать подключения защитника. Да, Фомин. 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 Ладно, остановился. Там не пройти двоих. Лунгу, Рид. С развороту. Дальше. Сапета. Выстрел Сапеты. Мяч у него по-прежнему. Корне забегал. Но там защитник тоже видел все это дело. Перехватил. Ирохин. Странберг. Александр Ирохин не дотягивается до мяча. Но мы получше играем Альмерии. Получше комбинируем. Получше у нас держится мяч. Но надо забивать. Корне. Сапета подключается. Играет назад на Ирохина. Дальше. Странберг. А вот на Странберге была и потеря как раз. Там только играть вправо было. Был такой вариант. Ирохин. Но вообще он нарушил. Нет, против него нарушили. Все правильно. Все правильно. Лунгу. На замахе ушел. И пробил. Выше перекладины. Да, я знаю. Но я по-прежнему буду бить издалека. Чем больше ударов, тем больше шансов взять у ворот. Ирохин. Со Странбергом в стеночку. Александр. Еще Странбергу. И Странберг оттестил. И забил. Но с нарушением правил. Ну что ж. Второй тайм. Начался с атаки испанцев. Которая завершилась тем, что игрок у них на фланге убежал за лицевую линию. А теперь первая наша атака во втором тайме. Странберг сместился чуть правее. Получает мяч. Харрисон Рид. Лунгу. Смещается в центр. Вмещается в центр. Сапета. Харрисон. Эх. Вроде бы пытаемся открыться. Ничего не получается. Зоны держат все. Странберг уже в центре поля. Фомин. Еще одно забегание. Сапета. И отбирает у него мяч. И там сейчас зоны у нас позади. Надо возвращаться всем. Странберг. Ну-ка ушел от защитника. Идет дальше. Перепрыгивает под кат. Еще идет дальше. И вырезал на Харрисона Рида. Харрисон. Жаль не правая нога. Слева у него не такой конечно удар как с правой. Мы это все знаем. Харрисон. Странберг. Харрисон. На ход Ерохину. Ерохин. Нормально. Харрисон. Ерохин. Странбергу. И удар-то. Но можно было принять сначала. От защитника уйти. И там уже пробивать спокойно. Один на один. Не получилось. Но комбинация опять-таки не дурна была. Ерохин. Удерживает мяч за счет своего корпуса. Харрисон Рид. Александр Сапета. Карне. Здорово. Сапета. И тоже не попадает. Тоже не его нога. Левая. В ближний угол подкручивал мяч. Не попал. Момент создаем. Голов нет. Ой-ой-ой-ой. Санчес какой-то здесь. Опасненько. Опасненько. Подавать зря даем. И вот Живнов сейчас нас выручил. Сейчас реально выручил нас Живнов. Угловой Альмерия подает. Удача. Живнов. Да. На выходе сыграл. Ну и пора делать замены. На 67-я минута. Странберг подустал. Выйдет Долгов. Карне тоже подустал. Но пока останется на поле. Вдруг будет... А, не будет дополнительного Жида. Будет только пенальти. Об этом надо помнить. Об этом регламенте товарищеских турниров. А то тогда я надеялся на дополнительное время. Помните, что выпущу свежих игроков. А в итоге... В итоге его и не было. Ерохин. Харрисон Рид. Хорошо. Лунго. Прошел двоих. Их на Ерохина сделал пас. Сапета уже здесь. И Карне стоит. Не подключается. Ну, не бежит вперед. Но Сапета выбрал еще более классное продолжение. И тут уже Харрисон Рид с лету пробивает. Был рикошет же. Был рикошет. Я видел. Да. Был рикошет. Харрисон Рид. Подача. Вратарь выходит. Пустые ворота, между прочим. И Рид отправлял мяч именно туда. Снова Харрисон. Харрисон Рид. Еще один навес. Карне. Харрисон. Карне. На замахе уйдет здесь. Но тут двое. Карне все равно подает на дальнюю штангу. В руки вратарю. Такой крученый навес на Лунгу. Было неплохо. Подбор за нами. Сапета. Нет, это Долгов. Ерохин. Выстрел. Еще один угловой. Еще один угловой. Много угловых мы в последнее время зарабатываем. Потому что много бьем. И это хорошо. Снова давайте. Рид. Подача. Хорошая подача. И почему никто? Ни один, ни второй не пробил. Снова Рид. Еще один навес. Долгов. Удар. Был офсайд. Но и удар не точный. Набиуллин. Ну ты-то можешь убегать. Эльмир. Да, 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 да. Подача на дальнюю штангу. На Лунгу там нет. На Лунгу там нет, к сожалению. Харрисон Рид. Тут сложно. Преимущество в росте было у соперника. Эльмири большими силами идет вперед на самом деле. Филиппини. И оставил мяч в поле. Отлично. Долгов. Удержал мяч Ерохину. Ерохин. Слева никого. Жаль. Жаль, что слева никого. Александр. Удерживает мяч в помощи корпуса. И Корне здесь все-таки подключился. Но слишком поздно, как мне кажется. Ушел от подката. Дальше Ерохину. Снова. В центре никого. Александр Сапета. Просто забей. Накрыли его удар. Ты посмотри. Харрисон Рид. Тоже будешь бить? Нет. Сыграли стеночку с Ерохиным. Ерохин. Хороший пас. Харрисон. На замахе. Прострел. И никто на него не откликнулся. Лунгу должен успеть к этому мячу. Часамба. Что такое? Успел, но у него офсайд. И 90-ая минута, ребят. Похоже, будет серия пенальти. Ой, не люблю я серию пенальти. Здесь очень не люблю. Харрисон Рид на перехвате. Лунгу. Долгов. Да, да, да. Лунгу ждал. Ждал Лунгу, но Лунгу потерял мяч. Делает подкат. Ну и сейчас, скорее всего, будет свисток. Развещающий о пенальти. Да. Корне первым у нас бьет. Мавель. И над вратарем. Неплохо. Ну что, Эрера. Юрий Живнов. Говорят, надо стоять по центру. И это действительно работает. Так, Ерохин. Давай свой фирменный. В левую девятку. Отлично. Дентиньо. Но этот по центру бить не будет. Это точно. Да. Но я не угадал. Часамба. Тоже забивает. Монторо. Тоже бьет по центру. Да, да, да. Я снова угадываю. И так. Забиваем. Проходим финал. Харрисон Рид. И. Ой-ой-ой. Повезло. Повезло. Вратарь-то отгадал. Да причем еще и именно вниз прыгнул. Куда я пробил. Но от его коленки там, по-моему, залетело все-таки в ворота. И мы выходим в финал. Ну и посмотрите на статистику. И еще скажите, что незаслуженно мы вышли в финал. 15-3 по ударам. Да, много дальних выстрелов. Но они были опасными. Долгов хуже всех сыграл, как ни странно. Вроде неплохо вышел. Но. Ладно. Странберг 7-0. Ерохин 7-0. Рид 7-8. Вот кто вычищает у нас центр поля. Так. Наш скаут не нашел защитников в России. Значит. Мы его отправляем в другой регион. Наверное. Хотя подожди. Пусть может еще поищит. Хотя нет. Надо все-таки в другой регион отправить. Ну. Давай. В Швецию. Мало ли. Так. Ну. А Рапова снова собственно. Хотят купить. На сей раз Динамо. 1.925.000. Но у нас 1.825.000. Цена. Так что. Раскошеливайтесь. Динамовцы. Нам еще 1.600.000. Евро прибавили к трансферному бюджету. Все растет и растет. Ну что. Асиведу хочет все больше играть. Но он будет выходить у нас. Пусть не волнуется. Результаты очередной тренировки на ваших экранах. Стоит отметить. Конечно. Что Серченков поднял свой общий скилл. До 68. Ну. А в остальном. Все как обычно. Все на А. Итак. Финал против Дармштадта. Это видимо команда из Германии. Как я понимаю. Не знаю в первой она в Бундеслиге или во второй. Честно. Никогда ее не видел. Не знаю что там за игроки. Какой уровень футбола демонстрирует этот коллектив. Давайте сохранимся. И сразу же перейдем к финалу. Итак. В мглу будем играть. То есть туман будет опять. Ну. Не самая лучшая погода. Прямо скажем для футбола. Павел Долгов выйдет в стартовом составе. Несмотря на то что он в плохой форме. Значит. Осиведа тоже выйдет в старте. Вместо Ерохина. Сразу же. И знаете что еще выйдет? Наверное. Серченков. Вместо Корнеф сразу же. Во втором тайме естественно будут перестановки. Поехали. Выиграем ли мы наконец предсезонные турниры? Получим ли мы долгожданные финансовые средства? Интересно. Интересно. Вот он. Заветный трофей. И я бы хотел посмотреть на состав. Наших сегодняшних соперников. На Дармштадт. Что за команда вообще? Как они оказались в финале? Они обыграли Боавишту. Мы видим 1-0. Ну и посмотрим. Что за футболисты. Составят нам сегодня конкуренцию. Итак. СВ Дармштадт. Вранчич какой-то вижу. Строн Энгель. Ну. Я ни одной. Серегу. Но это не вратарь. Ни одной знакомой фамилии не вижу. Петер Немайер. Видимо ветеран команды. Сегодня на скамейке. 33 года. Ну поехали. Как обычно. Суперзащита. Контраатака. И вперед в бой. Первая наша атака. Долгов. С Харрисоном Ридом. Долгова хватали за футболку. Рид. Получает мяч. Хорошо. Направо. Лунгу. Шсамба. Его там тоже хватали. Но он удержал. 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 Хорошо. Долгов. Дальше. Осиведо. Ставит корпус. А потом зачем-то играет пяткой. Зачем? Непонятно. Но сам же исправляется. И сам тут же ошибается. Вот такие первые действия. Чилийца. Ох. Юян тут скинул сопернику мяч. И это может быть чревато. Ну вроде накрыли. И никакого пенальти. Все упали. Все вчетвером. И никакого пенальти не было. Лунгу. Уходит от подката на финтах. Дальше что? Еще один финт. Идет дальше. Долгов делает забегание. И получает мяч Павел. Павел. Выстрел. К сожалению выше ворот. Но так-то по траектории было похоже на гол. Сапета. Налево на Серченкова. Серченков смещается в центр. Хорошо. На Осиведо. Сапета. На замахе. Нет. Не купился защитник. И там судья помог. Атаке соперников. Дармштадта. Осиведо в обороне отработал. Знатно. Очень знатно. Харрисон Рид. Теперь уже он. Смотрите как у нас шарнир надействует. До тройка в полузащите. Постоянно все друг друга подменяют. Кто-то ЦАП. Кто-то ЦОП. Кто-то ЦП. Постоянно. Постоянно меняются. Запутываем соперников. Харрисон Рид. Нет. Долгов упустил мяч и не смог сделать передачу. Как же так-то Юянг. Как же так. Вроде уже отобрал. А все равно удар нанесли. Это будет подача с угла. Навес. Сапета должен сыграть. Играет. Но прям на ногу сопернику. Повезло. Павел Долгов. Дальше на Осиведо. Тот уже забегал. Нарушение правил. Ну что, Герсон. Может быть отсюда? Давай попробуем с тобой. Давай. 30 метров. Неплохо. Недурно. Герсон Осиведо. Не, выше. Не получилось. Часамба. Сможет от двоих здесь уйти? Трудно. Он делает подачу на Долгова. И ведь Долгов чуть не успел к этому мячу. Какой бы красивый гол был. Фамин. Тоже смещается в центр. Видит Осиведо. Осиведо. Дали ему пробить. Но, к сожалению, удар по центру. Не в угол. Осиведо. Долгов. Здесь можно в контратаку убегать. Харрисон Рид. Ну, 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 ну. Лунгу. Что ж ты так долго-то? Что ж ты так долго занимал позицию? Но здесь сыграл здорово. Между двоих. Ну где? Где твоя проворность? Где твоя ловкость? Шсамба. Ты же можешь. Ты же можешь. Мы же знаем. Так, Осиведо. Давай. Я знаю, ты можешь подать. Герсон. Подача на дальнюю штангу. Ничего себе. Не, ну это перебор. Я все-таки в центр хочу подавать. При таких розыгрышах. Мяча. Но в центр сложновато. Набиуллин. На скорости смещается в центр. Харрисон Рид. С развороту делает пас Набиуллину. И почти получилось пройти защиту соперника. Сриченков красиво отобрал мяч. Но Долгов. Но Долгов. Ну что это как на коньках-то? Ну. Как корова на льду даже, я это сказал. Как на коньках. На коньках можно очень хорошо кататься. А тут что-то было из деревянного балета. Харрисон Рид. И он видит Осиведо. Получает Осиведо мяч. Но принять его не смог. Укротить. Ну Осиведо. Чилийская школа. Где? Где твоя техника? Такие мячи ты должен укращать. И ведь мог. Ведь мог выйти на ударную позицию. Смело как Фомин пошел. И отобрал этот мяч. А здесь корпус поставить. А корпус поставить Фомин. Нет, не получается. Атака Дармштадта. Это достаточно опасно. И как раз в зону Фомина идет пас. Чуть назад уже. Харрисон Рид выдвигается. Пас в центр. Осиведо. Осиведо отобрал. И Павел Долгов. К сожалению, свисток на перерыв. Могли убегать в контратаку, между прочим. Чесамбо накрутил. Накрутил всех. Чесамбо идет дальше. И передача. Куда же? Я на Долгова давал. Это был бы гол. Но какой проход Чесамбо Лонгу, ребят? Почти полкоманды обыграл. Снова Чесамбо здесь Долговым. Долгов и Чесамбо. В этот раз не позволили Лонгу пройти. Всех обыграть. Навесить или пас отдать. Но там-то как здорово все было. Только сделай точный пас. Но почему-то пас пошел на дальнюю штангу. Ну что ж, 59-я минута. Я говорил, что будут изменения у нас. И Лонгу у нас подустал. Именно вместо него, наверное. Хотя, ладно. Все-таки пенальти, если что. Поэтому не стоит убирать Лонгу. Ну что? Странберг. Ерохин. И Корне. Пока что о ней можно еще выпустить Емельянова. Но не надо. Наверное. Долгов и Осеведо. Последние свои минуты на поле проводят. Осеведо! Ох ты! Ох ты! Что задумывал на Серченкова. Правда, тот в осаде был. Но все равно по мысли и по исполнению практически ведь прошло. Чилист бы выдал такую передачу. Это было бы ювелирно просто. Ну я в сад такой спорный. Александр Ерохин. Впервые получает мяч. Со Странбергом они здесь разыгрывают. Странберг. Ну-ну-ну. Харрисон Рид должен подключаться. Хорошо. Харрисон. Ерохин здесь со всех сторон накрыли. Ничего не оставалось сделать. Как только потеря мяча. Ой-ой-ой. Рид. А это уже свежий Корне. Свежий Корне. Что такое? Судья. Ой-ой-ой. Филиппини. Травма. Вот это. Вот это да. Но слава богу у нас есть Емельянов на этот матч. Но. Надеюсь это не серьезная травма. И Филиппини скоро восстановится. Держится он за плечо. А это наш основной защитник. И неужели Фонтанелло вернется в стартовый состав? Знаете что, ребят? Я рискну выйти из суперзащиты. Я что-то как-то не горю желанием доводить до пенальти. Вот вообще не горю. Сапета. Пас на Корне. Но тот. Нет, тот успел. Успел, успел, успел. Странберг. Ерохин удар. Ну уже неплохо. Но правда не точно. Я уже знал, что не точно полетит, когда бил. Видно было, что не та позиция немного для гола. Так, спокойно. Мы немного раскрылись здесь. Но Набиуллин каков. Каков Набиуллин. И сам бежит вперед. Сам бежит вперед. Сапета выбирает другой вариант. Ерохина. Ерохина останавливает с нарушением правил. Как мне кажется. Странберг. Странберг. Ну оффсайд же. Ну Набиуллин. Ну что ж ты стоишь там в нем? Что ж ты стоишь в оффсайде-то? 76-я минута. Финал предсезонного турнира. Посмотрим, чем это все завершится. Ой-ой-ой. Вот и провал. Вот и провал. Надо бежать. На вес. Вынос. Хорошо. Харрисон Рид. Дальше на Странберга. И сам ускорение делает. Получает по ногам Странберг. Но атака-то продолжается. Харрисон. Часам Балунгу на скорости должен убегать здесь. Ох. И тоже получает травму. Ты посмотри. Ты посмотри. Дармштадт. Что творит вообще? Нет. Лунгу поднимается. Все хорошо с ним. Все хорошо с ним. Только некому бросать мяч. А что все? Сайди на стоят. Два нападающих. Посмотрите на них. Что они там делают? Ерохин завис. Ладно. Сапета. Странберг. На Сапету пас. Почти прошел. Сапета не успел проткнуть просто мяч. Юян тут проигрывает верховую борьбу. Это неудивительно как раз таки. И мы понимаем, что Емельянов у нас теперь тут в защите. Это не Филиппини. Это уже немножко другой уровень надежности. Емельянов. Вот, вот, вот. Вот видите. Проиграл. Верховую борьбу. Жемнов тут на месте, конечно. И выручил нас. Но дополнительные сложности нам игра дает, да? Ну, а Карне-то что творит? Что сделал Карне сейчас? Чем убегал в аут? Не понимаю. Правда здесь в отборе. Еще раз! И нет никого там. И нет никого там. Нет никого тут. Господи! Я боялся. Я боялся бить почему-то на технику. И в итоге пробил просто на силу. И Рохин не забил. Вратарь затащил. Как так? Как это вообще возможно? Я не знаю. Карне. Подача с развороту. Вратарь. Да, вышел. Подача была на Юьянга. Серегу. Нет. Какой Серегу? Ого. Арисандрит. Спокойно. Так, Емельянов. Тоже спокойно. Часамболунгу. Еще одну атаку можно провести нам. Можно, можно, можно. Сапета. На Карне пас. Пас многие, а Карне забегал за спину защитником. Терпеть надо терпеть. Емельянов. Вот так, спокойно. Соперники уже тоже подустали, видно. Карне. Пас в центр. Ерохин. Ой, е-е-е. Александр ошибся. Пас вперед. Ой, 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 ой. Комбинация. Ну и удар. Выше ворот. Вот видите, когда я раскрылся, сразу же моменты возникают у наших владений. И это угловой, между прочим. Мяч-то от нас ушел. Как оказалось. Карне, ну, ай, перехват бы сейчас. Но все равно свисток был бы. Я бы тут бомбанул. Так что ладно. Лучше так. Лучше пенальти. Опять пенальти. Ну что, 6-5 по ударам. Равная игра. Поехали. Первым бьет Карне. И забивает. Нет, на сей раз по центру стоять не стоит, наверное, да? Ерохин. Фирменным. Опа. Опа. Просто удар в штангу. А вот Емельянов не забил. Ну что, по одному промаху. Гондорф. По центру не бьют. Самбо кладет мяч точно. Кемпи. До свидания. Какие точные пенальтисты. Однако. У Гента. Ой, какого Гента? Дармштадта. Ну, этот-то должен на силу бить Странберг. Заколачивает девятку. Ну что, ребят. В плей-офф мы, собственно, я не вижу там оператора, к сожалению. Выиграли по пенальти оба матча. И полуфинал, и финал. Но это не, собственно, не запревает наших заслуг. Потому что мы не пропустили ни одного гола за весь турнир. Да, забили мало с игры. Забили, получается, один всего лишь гол. Генту. Да-да-да. Всего лишь один. 0-0-0-0 в группе. 1-0 потом выиграли. Потом 0-0 по пенальти выиграли полуфинал. 0-0 в финал тоже выиграли. Но ни одного мяча не пропустили. Живнов творит чудеса. Хотя же не его тут заслуга. Заслуга больше защиты нашей. Ну и выиграли мы турнир. Поздравляю. Можно сказать, что первый трофей Урала. Хорошее начало сезона. Надеюсь, что когда-нибудь не только этот ушастый трофей окажется в нашей коллекции в этой карьере. Да, это товарищеский турнир, но все равно приятно. Хоть с чего-то надо начинать. Смотрим на рейтинг игроков. И видим, что здесь лучший игрок у соперника, судя по всему. А у нас, ну, никто не выпадал, кроме Серченкова. Да, первый тайм не очень сыграл. Да, Маттенья, лучший голкипер все-таки у соперников. Живнов 7-1, неплохая оценка. Защита вся хорошо сыграла. Емельянов неплохо вышел, как видите. Филиппине жалко. Посмотрим, насколько он выбыл. Так, ну что, еще 2 миллиона 200 нам прибавили. Отлично. Смотрим, насколько. 9 дней. Ну, слава богу. Я говорил, что там вроде не серьезная травма. Так, мы обрадованы тем, что команда смогла победить в финале турнира Европе International Cup. Надеемся, что вы получили представление о тактике и схеме игры для следующего сезона. Нам не терпится взглянуть на вас в деле через несколько недель. Ну, мы уже сформировали все еще в прошлом сезоне. Чистенько играть сзади самое главное. Так, ну и смотрим, что у нас тут. Арапов. Вау. Смотри, Кубань-то. Хочет заплатить за Арапова миллион 825 тысяч. Серьезно? У нас останется один вратарь и будем ждать молодежного какого-нибудь перспективного голкипера, чтобы быстрее-быстрее его покупать, потому что один вратарь это, конечно, не очень. Будет вся надежда на Живнова тогда. Да, Арапова покупает Кубань. Вот тогда. Ну и самое-то интересное. Стоит ведь посмотреть, с кем мы начнем Лигу Европы. Я думаю, мы, естественно, опять с отборочного раунда начнем. Итак, это у нас что за клуб? Эльфсборг. Но это, знаете ли, не Твента. Этот соперник проходим. Поэтому я очень надеюсь, что в этом сезоне мы хотя бы в групповом этапе Лиги Европы поучаствуем. Хотя этот календарь у нас здесь серьезный. Ростов, через три дня Амкар, потом через два дня Эльфсборг, через два дня Терек, через три дня Эльфсборг. Очень сложный календарь в августе у нас. Ну и со следующей серии вновь будет, как по традиции, три матча. Уфа, Зенит и Ростов. Потом как раз-таки Амкар, Эльфсборг и Терек. Потом Эльфсборг, ЦСКА и Анжи, получается. В общем-то, да, матчей будет много. Я надеюсь, что мы выйдем в Лигу Европы. И сезон получится успешным. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте про лайки и комментарии. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!